МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия программа Республика. Страна готовится отмечать Новый год. И по российской традиции в оставшиеся дни нужно успеть очень много. Например, ввести в строй новую технологическую линию, завершить ремонт, написать 5-10 отчетов, купить наряд и мандарины, зарегистрировать автомобиль и подвести итоги уходящего года. Вот этим мы с вами сейчас и займемся. А чтобы вам было удобнее сориентироваться в груди дела суматохи явлений, мы составили для вас рейтинг общественно-политических событий, распределив их по номинации. Как многие, наверное, догадались, речь идет о визите в Чувашию Дмитрия Медведева, в тот момент президента России. Он посетил флагман Чувашской электротехники, предприятие ЭКРА и столичную гимназию номер 5. Призывая детей к хорошей учебе, глава государства и произнес фразу, ставшую впоследствии исторической. «Я вот хорошо учился и работаю в неплохом месте». Что и говорить, пример убедительнейший. Дмитрий Медведев провел в Чебоксарах заседание Госсовета России, посвященное вопросам господдержки одаренных детей. В России около 11 миллионов детей, это почти каждый второй, занимаются художественным и научно-техническим творчеством, туризмом, экологией, спортом. Однако меры, предпринимаемые в этой сфере, пока недостаточны, особенно когда речь идет о раннем выявлении и развитии способностей. Участники совещаний высказали ряд предложений. Речь шла, в частности, о создании общероссийского реестра одаренных детей и подростков, о преференциях победителям конкурсов профмастерства при поступлении в ВУЗы, о необходимости повысить заработную плату педагогам в школы искусств. Все эти предложения найдут отражение в концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Правительству до конца мая надо определиться с комплексом мер по реализации этой концепции, учесть, естественно, это в бюджетном процессе, чтобы это не превратилось в очередную бумагу, посвященную благим намерениям, а чтобы это был документ, имеющий системную бюджетную поддержку. Еще одно замечание принципиального порядка. Важно, чтобы у всех детей, независимо от того, где они живут, независимо от того, насколько материально обеспечены их родители, была возможность развивать свои способности в самых разных областях. Задача государства заключается в том, чтобы создать возможности или все условия для такой самореализации. Настолько, насколько, конечно, насколько это возможно, применительно к той или иной территории. В мае в правительстве Чувашии появились три новых министра. Валентина Андреева, в прошлом шеф-редактор информационного агентства «Рэгдума», возглавила Министерство информационной политики и массовых коммуникаций. Оно возникло на основе бывшего Госкоминформа с передачей из Минкультура функций в сфере СМИ, издательской и полиграфической деятельности. Михаил Янковский, бывший заместитель министра городостроительства, теперь руководит вновь созданным ведомством транспортного и дорожного хозяйства. У руля Министерства культуры по делам национальности и архивного дела встал Вадим Ефимов, до этого директор Чувашского драмтеатра. Немногим позже, в начале июля, получил министерский портфель Сергей Мельников, до того момента исполнявший обязанности министра по физической культуре, спорту и туризму. Назначение последовало сразу после успешно проведенного чемпионата России по легкой атлетике. В этом году в составе депутатов Государственной думы от Чувашии произошла замена. В марте сложил себя полномочия многолетний представитель республики, высшем законодательном органе страны Константин Косачев. Возглавив Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, он пообещал не терять связи со второй родиной и включать нас в различные международные проекты. Представляя интересы Чувашской республики, были не просто годами очень интенсивной и содержательной работы, но были годами обретения еще одной родины, годами ощущения ответственности перед людьми, которые доверили полномочия депутата. И вот на последних выборах за Единую Россию, где мы с вами были в одном списке, проголосовало 262,5 тысячи жителей Чувашской республики. Это огромное число людей. И поэтому могу вам сказать совершенно искренне и совершенно откровенно, я и после того, как я на днях сложу полномочия депутата, с точки зрения своих ощущений и моральной ответственности, буду продолжать ощущать себя представителем Чувашии в федеральных органах власти, теперь уже на пространстве СНГ. Значок депутата Госдумы на лацкане пиджака Константина Косачева сменила медаль ордена за заслуги перед Чувашией, а его мандат перешел к Алене Аршиновой. Довольно скоро стало понятно, новый депутат не только молодая и красивая, но еще и умная и по-деловому настроенная. Начав знакомство с Чувашией с того, что ей ближе и понятнее, с образовательной сферы, она активно включилась в проект «Доступный Wi-Fi» и пообещала поддержку вузам, у которых в результате мониторинга Минобра России обнаружились признаки неэффективности. Всевозможных указов, законов, постановлений и других нормативных актов в уходящем году было принято и изданно немало. Собственно, это одна из задач органов государственной власти. Перечислять все не имеет смысла. Для этого существуют специальные издания и электронные ресурсы. Но некоторые отметить просто необходимо. Они заметно повлияют на развитие экономики и социальной сферы Чувашии. К таковым необходимо отнести указ главы Чувашии в ежемесячных денежных выплатах семьям, родившим третьего ребенка или последующих детей. Согласно документу, начнутся они с 1 января 2013 года. Претендовать на ЭДВ смогут те семьи, чей средний душевой доход ниже величины прожиточного минимума по республике. Предполагается, что с 1 января выплачиваться будет прожиточный минимум, рассчитанный для детей в размере 5504 рубля. Из расчета прожиточного минимума для детей установлено на 3 квартал 2012 года. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением проекта, составление будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета и за счет субсидий из федерального бюджета. Объем субсидий с федерального бюджета на софинансирование определен в размере 90% от необходимых в будущем году средств. Составляет 104,4 миллиона рублей. При этом средства республиканского бюджета предусмотрены 23,9 миллиона рублей. В Чувашии 75 тысяч семей стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Причем многие по 10 с лишним лет. Наша задача – разрешить эту историческую проблему, заметил глава республики. Указ о дополнительных мерах по стимулированию развития жилищного строительства в республике – шаг в решении, поставленной президентом страны задачи в ближайшие 8 лет обеспечить отдельным жильем как минимум 60% семей. На эти цели российский бюджет готов выделить свыше 600 миллиардов рублей. Комплексное возведение малобюджетного, малоэтажного жилья является одним из наиболее перспективных, стратегических и ожидаемых направлений развития жилищного строительства. Опросы фонда общественного мнения показали, что более 1 трети россиян, проживающих в городах, хотят иметь в пригороде хороший комфортный дом с земельным участком для своих семей. Данный указ, подписанный мной, объявляет строительство доступного малоэтажного жилья экономического класса с применением современных энерго-ресурсовозрегивающих технологий стратегической целью государственной жилищной политики на территории нашей республики. Эта задача, предписанная в указе, стоит перед Кабинетом министра, но и перед органами местного самоуправления, ибо очередность в основном в администрации районов и городов у нас. Для ее достижения будет сформирован резерв земель, находящихся в государственной собственности и муниципальной собственности. Из этих земель резерва будут выделяться участки, которые необходимо будет обеспечить инженерной инфраструктурой и предоставить застройщикам под комплексное строительство жилья экономического класса. В поддержку этого начинания в Чувашии создадут комплексную геоинформационную систему. Карта позволит публично предоставлять пространственные данные, содержащиеся в государственных информационных ресурсах, таких как городской кадастр объектов недвижимости, система обеспечения градостроительной деятельности, водный реестр охрана памятников охраны окружающей среды. На портале в сети интернет можно будет найти необходимую информацию о любом объекте, кадастровые сведения, состояние, даже его инвестиционные, туристические, аграрные потенциалы. Можно внедрить систему мониторинга леса. При регулярном заказывании космоснимков высокого разрешения можно будет видеть, какие идут негативные процессы в лесе. Это даже излишнее увлажнение или, наоборот, сухость, вредители, контроль за вырубкой леса. Там прям наглядно это все будет видно. То же самое по землям сельскохоз назначения, которые очень много у нас необрабатываемых. Всегда можно регулярно следить за состоянием посева. 2012 год проходит под знаком членства России в ВТО. Летом этого года страна ратифицировала пакет документов и стала 156-м членом Всемирной торговой организации «Де-факто» после долгих 18 лет переговоров. Все это время вокруг вступления России во Всемирный торговый клуб шли жаркие дискуссии. Сторонники сулили стране преимущества от свободной торговли, более благоприятный и предсказуемый климат на экспортных рынках, понижение торговых барьеров, сокращение таможенных пошлин и упразднение импортных квот, как следствие удешевления товаров и услуг. Противники обращали внимание на минусы. Из-за рубежа хлынет товар по демпинговым ценам, а производство в России исчезнет как вид. Точка в этом споре, пожалуй, не будет поставлена никогда. Но ясно одно – пора от споров переходить к делу. Как, например, порецкий фермер Юрий Голубев, получивший 25 миллионов рублей и вложивший их в новое предприятие. Занимались в основном мы растеневодством. Сеяли пшеницы, ячмень, горох, горчицу и все тому подобное. Но вот эти кризисы показывают, что человек должен стоять на двух ногах. А у нас, как говорится, в сельском хозяйстве – это растеневодство и животноводство. Это спокон веков ведется. Поэтому мы задались решением, как говорится, именно завести скот. Порода Геррифорд является самой популярной в мире. Она выведена в Англии. Эти буренки выносливы и приспособлены к различным природным условиям и к продолжительному содержанию на пастбищах. Порода славится крупными размерами и силой. Кстати, всего в Чувашии в этом году открылось 30 новых ферм. В Новый год на новом авто. Ключи от новеньких медицинских автомобилей в канун новогодних праздников получили лечебные учреждения республики. Качество и комплектация приятно удивили врачей скорой помощи. Первая ласточка пришла. У нас район лесной, снежный. Нам УАЗ нужен только. Газель к нам не идет, она большая. Поэтому лучше нам, конечно, УАЗик. Самый хороший подарок к Новому году. 20 УАЗов и 7 Газелей поступили в республику по программе модернизации здравоохранения. Всего в отрасль здравоохранения была вложена почти 5 миллиардов рублей за два года. Ликвидировать к 1 сентября 2013 года очереди в детские сады. Такую задачу поставили власти республики. В 2012 году в Чувашии построили и реконструировали 8 детских садов. И каждый достоин победы в нашей номинации. Ничего подобного не происходило последние 20 лет. Еще 11 детских дошкольных учреждений должны ввести в строй в будущем году. От событий к конкретным именам, к действующим лицам новейшей истории. О людях, которые нас восхитили и удивили, далее в рейтинге. Самая сложная номинация. Всегда боишься кого-то обидеть, кого-то пропустить, недооценить. Но в этом году этот титул был присвоен еще в августе. Так решила комиссия, присуждающая столичную премию «Общественное признание». Человеком года стал заведующий отделением Чебоксарского перинатального центра Геннадий Драндеров. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Автор более 100 научных работ, доцент кафедры акушерства и гинекологии медицинского института. Что это именно человек года, для меня было полнейшей неожиданностью. Даже я уже оговорился там, что на операцию идешь меньше волнуешься, чем вот там принимаешь эту награду. А когда ты получаешь эту награду, то начинаешь понимать, что ты нужен. Нужен этому городу, нужен этим людям. Тогда жизнь твоя становится именно той, которой ты хотел, чтобы она была. То есть счастье, конечно, переполняет. У этого врача доброе сердце и умные руки, через которые прошли тысячи младенцев. По одному, по двое и даже по трое. Кстати, братьев Богдана, Вадима и Глеба тройняшек года принял как раз Геннадий Леонидович. Всего же в Чувашии в этом году родилось свыше 17 тысяч младенцев. Дай бог, чтобы они все дожили до юбилеев, которые отметили в этом году 26 граждан нашей республики. Жительницу Чебоксара Александру Бычкову со столетием поздравил премьер-министр Чувашии Иван Моторин. В свои сто лет Александра Ивановна не особо нуждается в постороннем уходе. Сама готовит, стирает. В летнее время живет за городом и разводит кур. Лемига Тимиргалеева родилась в деревне Чичканы Комсомольского района в 1912 году. В роду Тимиргалеевых долгожителей не было. Но Лемига Тимиргалеевна уверена, секрет долголетия прост. Это здоровый образ жизни. Одно из главных правил – отказ от алкоголя. С ней полностью согласен и заслуженный артист Чувашской АСР Анатолий Васильевич Калафати, отпраздновавший в этом году 101-й день рождения. Революция, гражданская война, Великое Отечественное. Анатолий Васильевич и, наверное, как и многие его ровесники, пережили столько, что можно написать новую «Войну и мир». Впрочем, сегодня мудрые и опытные старики стараются хранить в памяти только хорошие воспоминания и желают всем только добра и радости. 11 августа исполнилось 50 лет первому в мире групповому космическому полету. Сначала был запущен космический корабль «Восток-3», который пилотировал наш земляк Андреян Григорьевич Николаев. После выхода на орбиту космонавт приступил к выполнению сложной программы полета. Через сутки к нему присоединился космический брат Павел Романович Попович на корабле «Восток-4». Космонавты установили первые мировые рекорды по продолжительности и дальности группового космического полета. «Тогда еще никто не знал, какое воздействие на организм оказывает долгое пребывание в состоянии нелесомости. Но наши космонавты сознательно шли на самопожертвование ради великой цели освоения звездного пространства. Полет Андреяна Николаева и Павла Поповича стал выдающимся достижением изучения космоса. Он доказал, что человек может не просто преодолевать земное притяжение, но и долгое время находиться на орбите, проводить важные научные эксперименты для развития человечества». Чуть больше полувека прошло с начала внеземной эры, но события в этой сфере по-прежнему меняются с космической скоростью. Мы гордимся, что инверсионный след на небе вычертил имя нашего земляка. Под занавес уходящего года очень хочется сосчитать, сколько раз этот самый занавес поднимался в театрах Чувашии, на концертных площадках, на гастролях. Но что цифры, если мы говорим о духовном богатстве? Впервые после многолетнего перерыва в этом году состоялись Дни культуры Чувашии в Башкирии. «Дни культуры Чувашии в Башкирии проходят и проводятся. Для нас сегодняшние мероприятия являются особо значимыми, потому что мы возобновляем эту традицию проведения Дней культуры наших республик, соответственно, в Уфе. И я надеюсь, что в 2013 году мы будем гостями в Чебоксара, проводя точно такой же парадик, проводя точно такие же встречи. То, что Дни культуры Чувашской республики проходят и проводятся на Башкирской земле, в Республике Башкортостан, для нас это бесценно, ибо год российской истории, который прогласил президент Российской Федерации, на самом деле вот эти отношения, которые веками, столетиями, десятилетиями между нашими народами были, остаются, а мы с президентом Башкортостана решили не только сохранять, а вообще укреплять и развивать эти отношения. В Башкортостане проживает одно из самых больших чувашских землячеств – 107 тысяч человек. Компактные поселения есть в 26 районах. В учебных заведениях преподают чувашский язык, издают газеты и литературу. Башкирские чуваши бережно хранят обычаи своего народа. Об этом шла речь на встрече с членами национально-культурных объединений Чувашии Башкортостана. Михаил Игнатьев привез нашим соплеменникам привет с исторической родины – вышитое дерево жизни. Всегда, чтобы было солнце над головой, мирное голубое небо. В этот же день состоялась и рабочая встреча глав регионов. Михаил Игнатьев и Рустем Хамитов подписали договор о дружбе и сотрудничестве между республикой Башкортостан и Чувашской республикой. Один из его пунктов предусматривает проведение Дней башкирской культуры в Чувашии. А состоявшаяся в Тюмени межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам сохранения этнокультурной самобытности Чувашии, живущих в Сибири и на Дальнем Востоке, обозначила много направлений взаимодействия национальных общественных объединений с республиканскими учреждениями и ведомствами. Открытый диалог, в котором участвовали все заинтересованные стороны, показал, что надо искать новые формы сотрудничества на расстоянии. Представители семьи общественных объединений с Ямала, из Красноярска, Омска, Екатеринбурга и других мест говорили о том, что ассимиляция делает свое дело. В некогда чисто чувашских селах остались только старики, дети и внуки забывают родной язык. Но даже этим объективным обстоятельствам можно противостоять, если объединить усилия. Чувашия красят от тысяч песен, это всем известно. Наверное, поэтому у нас так много различных фестивалей, многие уже стали культурными брендами республики. К примеру, родники России в этом году прошли уже в 20-й раз и по-прежнему с аншлагом. Фестиваль как форма демонстрации и творческих успехов востребована не только в исполнительском искусстве, но и в других сферах. Например, в кулинарии. Набирает силу фестиваль капусты. Чем не фольклорный праздник? Жители деревни Еметкино Козловского района лучше всех разбираются в капусте. А некоторые, даже подержав качан в руках, могут определить ее точный вес. В программе фестиваля конкурс капустных рецептов, состязание шинковщиков, частушечный марафон. Серьезную конкуренцию к капустному раю составил другой гастрономический парадиз. Фестиваль кулинарного искусства, прошедший в Чувашии впервые. И по усам текло, и в рот попадало не только жюри, но и зрителям. Гурманский праздник удался. Его решено проводить и впредь. Следите за программой. Номинацию медаль года мы по праву отдаем Татьяне Архиповой. Наша марафонка выиграла в Олимпийском Лондоне бронзовую медаль и таким образом продолжила традицию славных побед чувашских спортсменов. Татьяна, сама не ожидавшая, что сможет дать бой кинейкам, была встречена на родине как национальная героиня. Из руглавы республики Татьяна Архипова получила медаль ордена за заслуги перед Чувашской республикой. Отчетного звания достоин и ее тренер Валерий Григорьев. Поистине триумфальным можно назвать выступление Елены Ивановой на Паралимпийских играх в Лондоне. На ее счету три золота. Эстафета, бег на 200 и 100 метров. Каждый старт, признается Лена, ей давался нелегко. После триумфальной победы спортсменка нарасхват. Бесконечное интервью, торжественные приемы, госнаграды. В Чебоксарах на Аллее звезд зажглись новые звезды. Трехкратные чемпионки Паралимпийских игр Елены Ивановой и бронзового призера Татьяны Архиповой. Еще две золотые медали привезлись в международных соревнованиях воспитанники Чувашской школы самбо. Две награды завоевали на первенстве мира среди юношей и девушек Артем Щербаков и Эдера Лаврентьева. Чувашским самбистам удалось на пути к медалям доказать свое преимущество среди представителей 20 национальных федераций. Золотые медалисты являются воспитанниками Чебоксарской школы самбо «Четра». Обновленная специализированная школа открыла свои двери с сентября этого года, после капитального ремонта. Каких только событий не произошло в уходящем году. Грустных и смешных, серьезных и курьезных, важных и не очень. Но те, что попали в наш рейтинг, без сомнения, останутся в памяти надолго. Необычный улов из Чувашии попал не только в наш рейтинг, но и в отдел полиции. 16 золотых орденов и медалей ветерана Великой Отечественной войны в свертке во время рыбалки выудил 30-летний житель Новочебоксарска. Впоследствии выяснилось, что все награды принадлежали, увы, скончавшемуся отцу жительнице республики, муж которой решил передать их родственникам. А пока нес, случайно уронил воду. Такая вот запутанная история. Ордена и медали вернули наследникам. Номинация «Пиар года» по праву отдается заводу «Четра». На протяжении всего 2012-го здесь удивляли необычными компаниями. Одну из них посвятили Российскому году истории. Вот так многотонные бульдозеры открывали неизвестные страницы Бородинского сражения. По подлинным чертежам чебоксарские трактора воссоздали багротилоновские флеши. Размах работ поразил создателей фильма. В этом году «Четра» удивила всех и другой оригинальной акцией. Шестерых призеров Олимпийских игр пригласили в «Чебоксары» на презентацию именных бульдозеров. Трактора, полные тезки, на работу отправились уже с автографами спортсменов. А совсем недавно многотонные машины продемонстрировали всей России опасный трюк. В эфире федерального канала на удивление бульдозер проехал по стальным канатам над огромной пропастью. Еще больше на этих съемках рисковал водитель мини-трактора. В случае с непредвиденной погрузчик буквально вдавил бы его в грунт на метровую глубину. Номер был исполнен на ура. И теперь его создатели ожидают итогов зрительского голосования. А между тем готовят и новые трюки. В Чувашии методом Неме собирают деньги на покупку концертного рояля для Чебоксарского музыкального училища. Два года назад республику посетили всемирно известные пианисты. Пятый раз Генюшес и Ксения Кноре. Музыканты дали концерт, провели мастер-класс. Отметили прекрасную подготовку наших пианистов. Но оставили пожелание поменять инструмент на Steinway. Рояль, звучащий на самых известных сценах планеты, даст возможность проводить Чувашии международные музыкальные фестивали. С приглашением известных исполнителей. Вопрос в цене. Steinway стоит свыше 4 миллионов рублей. Расчетный счет для желающих помочь открыт. А всю информацию можно найти на сайте Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова. Педагоги и студенты надеются, что уже в следующем году у них появится собственный Steinway. От себя добавим, пусть он будет белым. И пусть белыми будут все полосы в вашей жизни. А лучше раскрашивайте их разными красками, чтобы жить было интереснее и веселее. Весь год мы старались помогать вам в этом. Запускали новые проекты, проводили различные акции, расширяли географию вещания. В следующем все повторится. С той лишь разницей, что в составе национальной телерадиокомпании «Чевашия» появится новое радио. Слушайте нас, смотрите, участвуйте. Мы желаем вам здоровья, счастья и любви в 2013 году. Субтитры создавал DimaTorzok